Дорогие весы, мы посмотрим вас, что у вас будет на этой неделе, какие будут события, что будет интересного. Оставайтесь с нами. Итак, дорогие весы, что ждет вас на этой неделе? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Понедельник, рабочий день, много работы, много творчества и работа, в которую вы можете привлечь других людей. То есть самостоятельно вы не будете в работе киснуть. Вы найдете людей, приобщите, которые смогут вам быть полезными и коллективными усилиями добьетесь нужного вам результата. Что касается вторника, не особо приятный день, если у вас есть молодой человек, либо отец, либо человек, с которым вы проживаете. У кого-то может быть плохое настроение, кислое лицо. Вы будете пытаться его развеселить, как-то вот все-таки на более приятные эмоции вывести. Но у вас это будет получаться не самым лучшим образом. Собственно, не давайте никому киснуть и сами не погружайтесь в неприятное расстройство и депрессию. Что касается среды, день также, когда наши весы хотят отоспаться, отлежаться. Также ощущение у весов, что им ничего не надо. Какое-то пассивное восприятие всех событий, которые приходят в вашу жизнь. В более негативном окрасе почему-то. Что касается четверга, здесь уже получше. Четверка жезлов. Обратите внимание, сколько четверок у весов. Это праздник, это может быть поход в гости. Может быть гости придут к вам, растормошат, развеселят вас и смогут вам задать былой задор. Что касается пятницы. Рыцарь жезлов. Много накопилось дел, много всего вы будете, в прямом смысле слова, ведьма на метле. Очень многое нужно будет успеть. И очень многое будет вам даваться очень быстро. Замечательный день. Что касается субботы. Десятка кубков. День встречи, общения пикников с вашими близкими. Это могут быть вылазки на природу, это могут быть какие-то походы по паркам, по интересным, живописным, природным местам. Может быть поход в музей, либо заповедник, либо зоопарк. Обязательно всей семьей соберитесь и проведите его вместе. Что касается воскресенья, выпала карта влюбленные. Дорогие весы, вы явно будете колебаться, вы явно будете выбирать между кем-то и чем-то. Сделайте правильный выбор. Не забывайте, что лучше враг хорошего. Постарайтесь в это воскресенье не перемудрить с выбором. Теперь посмотрим, кого. Конечно же, тот знак, кого чаще других пропускаю. Один из самых моих любимых знаков. Это, конечно же, скорпионы. Что ждет вас? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Скорпионы. Понедельник должен учиться достаточно хорошо. Может быть поход в кафе. Может быть просто общение приятное с теплыми людьми. С употреблением спиртного. Может быть кто-то, кто не в паре, познакомится с новым для себя человеком замечательным. Так что понедельник очень даже приятный. Общение, вечер откровения, вечер взаимопонимания друг друга. Что касается вторника. Рыцарь Пентакли. Кто-то проявит некоторую жадность. Кто-то явно вам может не додать. Либо не допонять то, что вы хотите сказать. Может быть вы будете на стажировке. Может быть кто-то будет на стажировке у вас. Может быть вы преподаватель. Но вам будет казаться, что человек, которого вы обучаете, но не дотягивает до вас по интеллекту. Вам хочется вложить, наполнить человека. Либо сделать свою работу качественно. Но вот нет ощущения, что вас оценивают по достоинству и заслуженно. Что касается среды. Выпала двойка жезлов. Есть желание двигаться вперед. Но нет еще способов и возможностей, с помощью чего делать это движение. Поэтому вы находитесь в некотором раздумии, как и что, и стоит ли. Что касается четверга. В четверг наши скорпионы, скорее всего, также смогут ощутить прелесть зеленого змея. Это может быть поход в кафе, это может быть поход в гости, застолья. Опасность отравлений есть. И в целом есть опасность для скорпиона в этот день передозировки спиртного. Поэтому будьте очень-очень аккуратны. И также есть ощущение, что наши скорпионы в некотором иллюзорном состоянии преобладают. По поводу каких-то людей, по поводу каких-то вещей. Поэтому будьте предельно внимательны. Чтобы потом не нужно было снимать из вас розовые очки. Что касается пятницы. Четверка жезлов. Опять же, женская компания. Удовольствие, развлечение. И возможность хорошо провести свое время. Может быть, кого-то вы пригласите в гости. Суббота день ожидания. День, когда придется вам урезать на каких-то своих привычных расходах. Может быть, вы какие-то будете делать пересадки растений. Либо лечить растения. Либо вообще занятия с землей. Какие-то вообще в целом занятия. Которые не будут давать быстрого эффекта. А именно с инвестицией на потом. Вот что такое. Какие-то долгострои. Почему-то мне подают карту. В воскресенье. Была карта умеренности. День релакса. День йоги. День ощущения внутреннего какого-то баланса с самим собой. Той спокойный день, в который не нужно ничего накручивать. Не нужно его ничем фаршировать. Он хорош отсутствием новостей. Он хорош спокойным течением дел. И нужно его просто правильно использовать. И теперь перейдем к нашим дорогим стрельцам. Что ждет их? Дорогие стрельцы. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. И воскресенье. Итак, что у стрельцов? Король мечей у стрельцов. Какой-то властный мужчина может попасться. Который будет недоволен вам как работником. Вами как специалистом. Поэтому будьте предельно внимательны. Это может быть и начальник. Он может быть воздушного тригона. Близнецы, водолеи и весы. Что касается вторника. Также день не особо приятный. В том плане, что возможно кто-то будет свое недовольство. Свою эфи вам показывать. Трубить во все двери, во все окна. Говорит, что хуже вас вообще он человека не знал, не видел и не слышал. Ну, если говорить о хороших сторонах этой карты. Что какие-то дела, которые вы считали уже мертвыми, могут сдвинуться с этой самой мертвой точки именно во вторник. Поэтому из хороших значений можно сказать о том, что что-то, что давно не давалось, было в долгострое вот таком. Что касается среды, кто-то вам захочет предложить какое-то предложение, которое для вас неожиданно. Это предложение связано с риском. Это предложение связано с какими-то нечистыми планами, в которых у вас может зудить совесть. Поэтому хорошенько подумайте, а стоит ли вам переходить на сторону зла, стоит ли брать их печеньки и какой у них будет вкус у этих печенек потом и послевкусие. Если говорить о четверге, здесь выпал туз мечей. Также, возможно, агрессия в вашу сторону. Также, возможно, вас кто-то уколет. Также, возможно, вам придется включать свои мальчишеские, мужские качества. Если говорить о пятнице, выпала карта десятка пентаклей. Это карта наследства, это карта умения получать свое, это карта богатства. Может быть, вы получите зарплату, может быть, какая-то будет бонус. Либо это может быть, я не знаю, какая-то тринадцатая даже зарплата. Так что что-то приятное, связанное с денежкой может быть у стрельцов в пятницу. Если говорить о субботе, выпала карта пашкубков. Будете вести себя как ребенок. Захотите подурачиться, захотите что-то сделать творческое, креативное. Также, если вы молодая мама, может быть, пойдете с ребенком на какую-то секцию, на какой-то кружок. Там пальчиковые краски и все такое. Курсы по рисованию картин, однодневные семинары, такое тоже бывает. Если вы парикмахер-колорист, вы захотите новую формулу испытать. Если вы визажист, тоже что-то новенькое придумать. В целом, работа связана с дизайном, с изучением чего-то красивого, яркого, сочного. Если говорить о воскресенье, то по семерке жезлов все от вас захотят отколоться, отказаться. И не пускать на свою территорию, при этом обязательно уколят перед этим. То есть день вот такой вот обороны по семерке жезлов. Не стоит лезть к людям, не стоит пытаться их пробить, не стоит пытаться им навязывать свое общество. Лучше находиться в спокойном и приятном и блаженном одиночестве. Это я говорю из своего опыта в том числе. Теперь посмотрим наших дорогих козерогов. Что ждет их? Понедельник. Вторник. Я сама козерог, кто не знает. Четверг. Ну, по-моему, знает уже все. Пятница. Суббота. Воскресенье. Дорогие козероги, в понедельник мы будем творить. И действительно, сегодня много пробовала новое, интересное. Вот отдала буквально пару часов назад распечатки очень интересную колоду, которую уже нигде не купить. Об этом будет новое видео. Это действительно интересная была работа. И много времени я потратила сегодня на создание этого лука, этого макияжа, этого образа. Надеюсь, он вам понравился. Что касается вторника, десятка мечей. Что-то явно пойдет не по плану. Явно где-то будут помехи. Во вторник лучше новые дела козерогам не замышлять. Если говорить о среде, тут выпал туз мечей. Нужно, во-первых, быть активным, быть решительным. И нужно быть готовым к тому, что так просто без боя ничего даваться козерогам не будет. Я знаю то, что в среду я иду на родительское собрание. Там действительно нужно показывать волчьи зубы и волчьи лапы. Ну, ничего не поделаешь. Такова сэляви. Если говорить о четверге, выпала карта дьявол. Вполне возможно, придется кого-то искушать денежкой. Придется кого-то провоцировать на то, чтобы помогали именно мне. Действительности эта карта может проигрываться очень по-разному. Например, вы можете захотеть какого-то хорошего специалиста для обучения своих детей. И вам придется поставить сумму чуть выше, чем другие, например. Либо по этой карте вы можете заинтересовать кого-то за счет того, что этот человек очень падкий на деньги, на суммы. Поэтому, дорогие козероги, учитывая то, что карта дьявол это ваша карта, вы можете четверг мастерски побыть интриганом и в принципе получить все ковришки и печеньки, которые можно получить с этой карты. Единственное, не стоит увлекаться запретными вещами, не стоит увлекаться азартными играми, не стоит увлекаться наркотиками, алкоголем, сигаретами. Я всегда против этого. Что касается нашей пятницы. В пятницу выпала рыцарь мечей. Человек явно какой-то оппонент, какой-то враг. Человек, который будет против вас пытаться куда-то стучать, колоть, резать. Словами будем надеяться. Постарайтесь свести к минимуму общение с людьми воздушного тригона. Это могут быть водолеи, весы. Это могут быть бледнецы. И это также может быть общение с людьми, связанных с юристами. Это могут быть какие-то вопросы, связанные с вашим правом. Может быть, кто-то на кого-то подаст суд. Либо вы захотите отстаивать свое честное имя в суде и так далее. Если говорить о субботе, выпала карта король мечей. Опять же, властный человек, который будет пытаться вас держать в ежевых рукавицах. Естественно, у него будет это мало получаться. Но, тем не менее, люди воздушного тригона, близнецы, водолеи и весы больше всего будут давить на козерогов на эту неделю почему-то. Причем, как и юнцы, так и более старшего возраста. И если говорить о завершении, о воскресенье, выпала восьмерка кубков. То есть, реально, наши козероги захотят отдохнуть от сей и вся. Просто отключат, скорее всего, социальные сети, интернет и так далее. Просто отдохнуть на природе. Может быть, кто-то пойдет в горы. Просто набраться энергии природы и энергии вообще жизни. Потому что, вот, очень большая усталость у козерог вот к концу этой недели. А теперь мы посмотрим наших дорогих, самых креативных водолеев. Дорогие водолички. Сейчас посмотрим вас. Понедельник водолейский. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. И воскресенье. Дорогие водолеи. Понедельник. Король Пентакли. Что-то явно вам должно материально подкатиться. Может быть, хороший клиент. Может быть, просто знакомство с интересным человеком. Пентакли от Регона. Он может быть телец. Он может быть козерог. Он может быть дева. Человек, который может что-то инвестировать в вашу работу. Либо спонсор, либо человек, который просто поможет в каких-то своих корыстных, естественных интересах. Что касается вторника. Тоже маленькая прибыль. Тоже показаны обряды на деньги. Туз Пентакли. Некий шанс. Некая копеечка, которая потом может впоследствии принести рубль. Если говорить о среде, здесь выпала карта Отшельник. Это день эзотерики. День погружения в себя. День изучения каких-то сакральных знаний. День поста, день голодовки, день очищения. Постарайтесь его не пропустить. Если говорить о четверге, здесь выпала карта Мир. Общение в интернете. Клиенты могут быть по сети в интернет. И в целом, возможно, вы что-то потеряете, какую-то вещь в этот четверг. Но вам вселенная за это подарит гораздо больше. Имейте это в виду. И также, может быть, человек, которым вы давно ничего не слышали и не знали, вот именно в четверг может о себе дать знать. В пятницу день депрессии. В пятницу день какого-то такого апатии. Если у вас есть ваши дети, например, близкие, знакомые, они будут пытаться вас из этого состояния выводить, пытаться расшевелить как-то, пытаться хоть как-то достучаться до вас, до вашего внутреннего ребенка, до ваших каких-то приятных, ярких эмоций. Что касается субботы, рыцарь жезлов, вы куда-то решите вырваться совершенно спонтанно. И причем этот день будет очень активным, решительным, насыщенным и неожиданным для вас. Какие-то поездки интересные. Ну и воскресенье, девятка жезлов. Опять же, вот день, когда нужно вам отстаивать себя, день, когда нужно огрызаться, день, когда нужно давать отпор. Также день очень хороший для становления защиты. Поэтому постарайтесь его не пропустить для такого немаловажного дела. А теперь мы посмотрим наших дорогих рыб. Кстати, защита идет не только в плане энергетики. Это может быть защита улучшения замков, покупка новой двери в жилище и так далее. Теперь посмотрим наших рыбок. Так, понедельник рыбий, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, смотрим. Понедельник. Выпала карта МАХ. Рыбы смогут побыть манипулятором, смогут получать нужные им ответы, нужные результаты очень-очень быстро. Могут мастерски с какой-то интересной речью выступить, могут держать зрителя, могут проводить какой-то интересный семинар или мастер-класс. И это у них будет замечательно получаться. Что касается вторника, опять же, встреча с шифиней, с начальницей, с человеком требовательным, человеком, который будет наших рыб очень сильно эмоционально высасывать. воздушный терегон, опять же, весы, водолей, близнецы. Может где-то уколоть такая начальница или шифиня, или как угодно ее можно назвать. Но эта женщина будет стараться вас пытаться уколоть. Также эта женщина может быть вдовой. Что касается среды, дорогие рыбы, семерка жезлов. Постарайтесь не поддаваться.